Встречались хорошие команды, техничные, быстрые, знали, что играют очень здорово на контратаках. Первый период, наверное, больше остался за хозяевами, хотя, в принципе, такая рано где-то игра была, но моменты для того, чтобы открыть счет, было больше у хозяев. Ну и вот этот гол, который, наверное, мы пропустили в начале второго периода, так нас немножко встрепенул, и после этого, наверное, полпериода мы владели инициативой, создали достаточно много моментов, хорошо сравняли. Ну а третий, наверное, это уже мы забили, там уже была такая вязкая игра, понятно, что наша задача уже была не пропустить, что мы с успехом, в общем-то, и сделали. Спасибо. Ну мы сегодня к матчу готовились, сказали, что это лучшая команда Востока. Поэтому особенно, как бы, ребят не настраивали, каких-то слов не находили, просто спросили сыграть игру, выполнить задание. Также знали, что команда очень быстро переходит из оборонного атаку, фактически играет без средней зоны, то есть пытались что-то с этим сделать. Некоторые вещи получались, некоторые нет. Забили хороший гол в начале второго периода, но сразу же пропустили, сразу же пропустили. Ну, соперник класс выше, моменты, которые они создавали, все-таки они реализовали. Мы очень сложно играем с шайбой, очень сложно играем с шайбой. Я думаю, что все-таки Андрей сказал, что у нас уровень мастерства высокий, но я думаю, что все равно мы играем чересчур сложно. Даже, наверное, более топовые команды не могут так, наверное, так не играют, как мы стараемся играть. Вот. По самоотдаче вообще претензий нет никому. Очень сожалею, что получилось с Николаем Стасенко. Но сегодня то, что от ребят попросили, вот это именно командный дух, да, когда ты ошибаешься, партнер за тебя шайбу ловит лицом. К сожалению, так и получилось. Это очень грустно. Я думаю, что вокруг этого команда должна объединиться. Желаю Николаю здоровья, чтобы родные и близкие тоже не нервничали. По-моему, там все вроде бы нормально. Спасибо. Спасибо.